хочется снять ролик для основного канала но еще как бы не готова поэтому вот на лайф запилим видосик как говорится пробиваю демпферную эту ленту компенсирующую расширение стяжки вроде как 0 5 миллиметра на 1 метр должно быть ну заложено такая вот и расширение прибиты деревяшки тут все вот этот вот погреб тоже выведен по уровню эти тоже деревяшки по уровню то есть будет как раз вот эта деревяха являться маяком еще маяки пойдут вот так это я уже здесь подумал придумал вырезаю демпферную ленту так как у нас она не подается в магазинах просто так вот пришел дайте мне демпферную ленту у виска покрутишь приходится на нарезать ее из вот такой вот пенки это называется подложка для ламината она толщиной 5 миллиметров укладываем в два слоя ничего страшного в этом нет просто в два слоя даже есть специальные подложки которые 4 миллиметра и производитель рекомендует их уложить два слоя 10 10 сантиметров высотой что-то я сделал много но потом и оставлю выпиливаю просто по 8 высота стяжки были тем не выпили по 8 так как все равно стяжка все равно это лишняя лента потом удаляется ножом острейшим режется элементарно получается вот такая штучка прибиваем скобами 14 миллиметров 14 16 н53 тип сейчас вот здесь я закончил вот здесь проведу по периметру одним слоем то есть не двумя одним слоем потому что все равно это деревяка будет убираться и будет стяжка в пенка чисто для того чтобы деревяшка отлипа хорошо вся пена вот это которая выступила со шва удаляется потому что любое вот это вот вертикальная длинная скажем так длинная линия какая-то внутри бетона она будет уменьшать прочность бетонной стяжки вот здесь вот где тонкая часть парадонша сигареты остановился покурить работаю где вот тонкий переход узкий на какие-то вот широкие части здесь скорее всего брошу несколько бетонных прутков куда железных прутков потому что вдруг не дай бог что нибудь да может лопнуть вот здесь вот может вот в угол вот и в этом уголочке поэтому тут брошу несколько прутков которые остались отрезки от этой же железной ленты так что у нас еще там скорее всего придется перевести на полтинник и замуровать именно полтинник зачем думаю это я уже при когда на коленях там ползал думаю зачем мне тут сотка торчит ее же вот эту вот трубу также обернул пенкой в один слой потому что думаю не дай бог что нибудь там будет эхо в бетонную стяжку если есть какое-то резонирующие передающие звук поверхность но в частности бетонная стяжка 0 6 клуба объемом то возможно когда как афи будут туда лететь смываться вода в кухне будет сует услышно некрасиво поэтому ее надо будет обернуть хотя бы в один слой и также вот этот вот водяной туннель тоже ленту я туда вот так вот в длину под ней проброс надо было раньше об этом подумать но в принципе это не повредит точно бетонной стяжки а на всякий случай вдруг не дай бог чего нибудь там значит когда труба закрывается резко то происходит удар шланг маленько деформируется и может быть по краям вот этой 32 трубы шланг 16 он может делать совершать удар это тоже будет слышно нехорошо вот осталось мне вот тут вот деревянный скажем так поясок сделать вывести туда вот эти трубы и все сегодня выставлю маяки здесь завтра чтобы я вот так вот встал сходил на работу может быть как и сегодня может быть вот и уже начал залить потому что половину нерабочего дня я не смогу я не успею просто залить это 0 6 умножить на 2 и 707 на 2 и 7 что получается 3 там около двух тонн придется переместить тут нет поменьше ну 1 и 8 тонн и примерно придется переместить перетаскать выровнять все это дело я просто за за вечер не успею мне рада в весь день все это делать одному если может быть будут работники не знаю ну такая каритель видеокамеру пока видеорегистратором пока убрал потому что мне даже нет времени сейчас его подключить буду подключать его по витой паре по витой паре это значит сейчас покажу я шведки убрал что ли ну похоже что да без переходников без ничего просто ходы сигнал проходит элементарно по витой паре без проблем тем более дом 10 на 10 даже если опоясать его вокруг получается 40 метров то есть элементарно пройдет сигнал хоть даже по лапшек телефонный именно и и вот этот сигнал без всяких дополнительных пассивных или активных переходников это я вам точно говорю так что секрет раскрою как удешевить себе прокладку и эти вот это вот видеонаблюдение так ну все вот как раз у меня перекур кончился сейчас пойду быстренько выложу этот ролик и дальше работать так что ребята извините я чуть попозже при следующем перекуре я подключу вот эту камеру тем более я работаю в труселях я не как у нам любимый наш известный заваль там пробу нас девает на себя и работает тут как бы колено преклоненные когда стоишь особенно если ты мужик ну как бы видно не очень видок такой получается колено преклоненные когда одно колено на земле второе колено не на земле вот так вот это называется колено преклоненный в трусах семейниках не очень видок может быть я пошел